Здравствуйте! Программа «В центре внимания» в эфире в студии Яна Лисовая. Благовещенский приют для бездомных животных, остров спасения, вновь испытывает трудности. Об этом поговорим сегодня. Итак, у нас в студии ветеринарный врач этого приюта, Ольга Смирнова. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ветеринарный врач – это профессия не по трудовой книжке, а по зову сердца. Да, я там помогаю. Вы являетесь общественным деятелем. Хорошо, говоря о трудностях. Совсем скоро в Благовещенске пройдет благотворительное мероприятие. Это концерт, который будет как раз посвящен помощи животным. Расскажите подробнее, как можно принять участие. Концерт состоится 13 декабря в ДК профсоюзов. Называется «Добрый концерт». Выступать там будут студия «Танца Позитив», также шоу «Театр Катавасия», «Ансамбль Альтаир» и другие. Начало будет в 13 часов, и стоимость билета 100 рублей. Но это ведь не только творческое мероприятие, это мероприятие благотворительное. Благотворительное, да, и пойдут эти средства в поддержку приюта. И там уже исходя, как порешаем на приюте, что-то пойдет в оплату за свет, что-то пойдет на наркоз, на лекарства животным, потому что сейчас как раз-таки возбудители определенных заболеваний проявляются, которые не любят солнечного света, а как раз вот такую погоду, такие, как вольерный кашель и коронавирусы, которые требуют определенных затрат на лечение животных. Мы часто слышим о том, что остров спасения испытывает какие-то трудности. Прежде всего, я так понимаю, это связано с тем, что вас никто не финансирует, да? Вы не стоите на балансе какой-то организации, вы полностью за счет пожертвований. Да, за счет пожертвований. И самое обидное, что приют-то создавался для бездомных животных. И огромный поклон, низкое спасибо пенсионерам нашим, людям, которые помогают. Даже вот с мизерной своей зарплаты кто-то приходит и покупает ежемесячно мешок корма. Это, как говорится, с миру по нитке голому рубашка. Один из мужчин приобрел набор хирургического инструмента. Вот девушка звонила, шовный материал привезла, медикаменты. Огромное им спасибо. Но самое страшное, что люди своими руками кладят животных. И как бы не боролись мы с ними, не объясняли в очередной раз, когда они сдают котят от своей кошки, что, ребят, давайте стерилизуем вашу кошку. Ну, оплатите только наркоз, потому что мы не в состоянии покупать постоянно за свой счет наркоз. Они нам крутят у виска и говорят, вы денег хотите. Вот понимаете? Ну, как вы можете это объяснить? Это жадность или просто безаладерность элементарно? Я думаю, что это просто без культуре. Потому что любой культурный человек, даже имея породистое животное, понимает, что для того, чтобы заниматься разведением, нужны определенные затраты, вкладывание денег. Очень легко. Повязать свою кошку или собачку, родить щенков, вырастить их до определенного возраста, поиграться со щенками, с котятами и просто вот взять и сдать, принести на приют. Да, там дали 200, 300, ну, 500 рублей вы дали, да. Но то, что эти котята, щенята могут заболеть, задержаться. И у нас нет возможности держать вот одних животных отдельно от других. Мы все равно, так или иначе, на своей одежде, на своей обуви переносим от инфекционного к животному, к здоровую инфекцию. Хоть мы стараемся все делать и сразу, как щенки только к нам попали, и котята, и глистогонить, и блошить. Но невозможно охватить тот объем, который у нас на сегодняшний день на приюте имеется. Поначалу мы считали, теперь уже просто вот записываем, что такой-то, такой-то сдал, вот столько-то щенков, столько-то котят, и все. То есть сказать, сколько сейчас животных сложно, да? Да, вплоть до одного я даже не могу сказать. Ну, а в целом хотя бы в среднем? В целом меньше 400 никогда не бывает. Меньше 400. И самое смешное, у нас люди видят то, что находится в помещении. У нас есть отдельно комната карантина, где у нас и котята, и щенки, ну, такие достаточно тяжелые, которым приходится ежедневно колоть укольчики, таблеточки, и обрабатывать глазки, носики. И никто не видит то, что происходит на улице. На улице, да, видят все уже готовую работу, когда собраны какашечки, постелены свежие опилочки, сено, все, да. Но никто не видит, каким это трудом. Вот сейчас нет снега, нет ничего, надо постоянно поменять животным воду, чтобы она была чуть теплая. И на тот объем, который у нас сейчас существует, это вообще просто три человека, которые работают на приюте, нереально. Причем вот недавно нам люди подарили дверь новую для приюта, поскольку старые у нас и посетители, и животные помогли доломать. Мне просто пришлось брать своего мужа, он вставлял на приюте дверь. Благо сейчас находится вот в таком вынужденном отпуске. Вот и все, поэтому... Но вы говорите о том, что если раньше приют создавался исключительно для бездомных животных, то сейчас бывшие домашние, получается? Да, бывшие, бывшие домашние. То есть вот приносят у нас, а щенилась собака. Вот там такие люди плохие, злые, они хотели утопить щенков, мы им не дали, но мы думали, что мы раздадим, подержали их до двух месяцев, естественно, какашечки убирать и кормить. Это же требует затрат, куда проще принес на приют. Вот такие мы добрые. Но вы не отказываете такими людям? Мы можем отказать временно, пока хотя бы у нас часть животных не разойдется. Потому что вот представляете, в клетку, на которую пять вот таких щенков положено, у нас бывает до 20. Это же нереально. Во-первых, они собственными парами могут отравиться. Это нереально, такое количество животных на такой площади. Более того, когда они получают отказ, они агрессивно реагируют на работников приюта, что мы вообще для чего тут сидим и для чего мы здесь находимся. Понимаете, и это слышать очень-очень обидно и страшно слышать, потому что мы-то в чем виноваты. Мы же не резиновые, территория приюта не может раздвинуться. Вот так вот. Но чего сейчас устро не хватает? Это корм, понятно, да? Корм, понятно. И самое страшное, хотелось бы пополнить запасы корма, потому что вы сами знаете, после Нового года длинные выходные, длинные отпуска, и, как правило, люди заняты своими проблемами, праздниками. И вот эти страшные первые три недели новогодних праздников, они самые тяжелые для приюта, потому что люди не заняты приютом. Для кого-то это праздник, для вас это настоящая головная боль. Головная боль, потому что, во-первых, начинают брать на подарки, тут же возвращать этих животных, потому что накормили со стола праздничного майонезными салатами животное, какалось, описывалось, и по-хорошему заболело просто желудочно-кишечным заболеванием. Во-вторых, кто-то на салютах на новогодних теле, а это собак, зачем вы берете на новогодний салют собаку? То есть и эти собаки домашние к нам попадают. И в-третьих, ну, соответственно, люди забывают оказывать просто помощь. Животные хотят кушать и пить каждый день. Поэтому вот сейчас это перед новогодней акцией попросили. Пусть лучше у нас будет запас, чем мы будем в новогодние праздники голодать наши собачки и кошечки. Вот так. Ну, а много ли людей, которые приходят к вам с целью взять животное? Потому что мы говорим о том, что животных много. Как-то есть отдача от людей? Есть, есть. Допустим, вот приходят, но зачастую бездумно приходят. Приходят в семьи, да, вот, допустим, пришла семья, маленькие дети. Это и так хлопотно. И маленький котенок или щенок – это в семье дополнительный фактически завелся ребенок. И, как правило, проходит несколько дней, и они пытаются, естественно, вернуть его назад. Хотела спросить, часто ли возвращают животных? Достаточно часто возвращают. Сам везет животным, которых вот у нас, допустим, одна из баз взяла трех стерилизованных кошек и котов, потому что их одолели крысы. Никакие вот эти прикормки, химикаты не помогают. И они настолько счастливы, что вот взяли, и у них прямо эти кошки приезжались, и они приезжали, и спасибо даже. Говорили, конечно, приятно слышать. Кто-то на базу берет на охрану вот готовых больших крупных кастрированных собак. Это тоже радует. Но у нас, не забывайте, если бы люди были намного культурнее, посмотрите, сколько у нас на сегодняшний день зоозащитных обществ, помимо нашего приюта. И зоозащитники, и горячие сердца, и где-то в Чигелях там, ну, масса, и верх Благовещенска. То есть это говорит о том, что у людей культура настолько страдает, что животных столько, что они не востребованы в том количестве, в котором они на сегодняшний день есть. То есть мы раздаем, они пытаются раздать, пристроить, а хозяев-то в таком количестве нет. Просто надо их не плодить, культурно относиться к тому, что они имеют. То есть вот появилось животное у вас, стерилизуйте его, не нужны эти ни метисы, ни полупородистые, никакие. Просто они в том количестве, животные эти не нужны. И чтобы они не плодились, их надо стерилизовать. Я абсолютно противник вот этих всех, когда застрелить, убить, там еще что-то. Этих животных просто надо стерилизовать, чтобы они в дальнейшем не плодились. Я даже могу сказать, откуда они клонируются в таком количестве. Вы ездите по городу, знайте, везде есть автостоянки, базы, строительные объекты. Что там делают сторожа? Прикормили одну собачку, эту собачку бежал какой-нибудь, шарик повязал. В геометрической прогрессии это все плодится. Я думаю, что людям просто нужно ответственнее относиться, прежде чем взять животное в дом. Конечно, культура, культура, в первую очередь культура. И хотелось бы, чтобы, конечно, помощи от вас, как от средств массовой информации, не только что вы, вам огромное спасибо, когда проходят передачи с вашим участием. Люди, как правило, вспоминают о том, что мы есть. Хочется верить, что люди станут более бдительны, более внимательны. И, конечно, будут думать, прежде чем завести животное, привести животное в дом. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о проблемах острого спасения. Если у вас есть возможность, обязательно помогите бездомным брошенным животным. У нас в гостях была Ольга Смирнова, ветеринарный врач этого приюта для бездомных животных. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова